я думаю что хорошо было бы сейчас рассказать нашим зрителям про то собственно почему в принципе возникает вот эта боль от одиночества я думаю что наверняка многие слышали что у нас есть ну так называемая социальная потребность потребность других людях обусловленные биологические также у нас в мозгу собственно был найден как бы во время ощущения одиночества но ученые заметили тот же самый паттерн как и во время переживания физической боли ну то есть мы эволюционно запрограммированы хотеть иметь рядом других людей и как бы как вид мы в принципе наверное мы завоевали всю планету поскольку мы самый социальный вид из ну по сравнению с остальными вот ну еще было несколько причин вот я думаю разных вот но соответственно в чем тогда как бы проблему то возникает вот представьте зрителям андрей владимирович прекрасно у нас есть ситуация где каждый человек внутри себя за исключением ну людей просто с патологиями на имеет необходимость в том чтобы общаться с другими людьми чтобы чувствовать взаимопонимание делать совместные дела ну как-то заботиться получать заботу и так далее каждый внутри себя это испытывает но как бы в виду невозможности по каким-то причинам эту потребность удовлетворить не умеем не знаю не хотим там не знаю с другими людьми сложно а мы забиваем на это оправдываемся бесконечно ну и так далее у нас возникает это как бы боль внутри на ощущение переживания одиночества на с которым мы ну как бы в большинстве случаев по крайней мере насколько я могу судить ну стараемся ничего не делать то есть мы живем с эти с этой болью связанную с одиночеством и при этом почему-то делаем вид что это нормально и это приходит приводит к патологической форме адаптации про которую вы сказали что в итоге мы как бы вроде как никто и не нужен но но это же противоречие какое-то но значит очень правильный вот тезис относительно эволюционной необходимости в других людях потому что мы социальные животные значит мы если нас не воспитывать в социальном обществе мы найдем себе каких-нибудь свору собак волков или баранов и все равно будем среди них воспитываться потому что сами мы этого не можем сделать значит и это действительно у нас потребность потому что человек не способен выживать в природе в качестве отдельной особи поэтому социальный инстинкт как потребность в установлении отношений с значит друг с другом это заложено в нас биологически и вот саша абсолютно правильно сказал что вот центр боли который свое время как раз вот кнутся нам про которого я много рассказываю значит он был открыт он действительно активизируется у человека который ощущает чувство боли но если быть корректными любая психологическая вот когда мы говорим душевная боль вот она всегда точно так же нейрофизиологически локализуется в той же зоне в которой срабатывают вот наши телесные болезненные ощущения ну а как нам дать еще понять что мы что-то неправильно делая да но к через боль да и соответственно пуску абсолютно правильно нас мозг буквально наказывает за то что мы как бы них не хотим с другими людьми ну то есть как-то в одиночестве мы говорим что то что вообще-то с точки зрения эволюции должно противоречить выживание да и она гонит нас нашел кую боль боль и чтобы мы запомнили куда не надо лезть да это инстинкт самосохранение с точки зрения биологического объекта себя вот а с точки зрения вот сохранение группы и так далее тот момент когда мы не чувствуем себя частью какой-то группы у нас точно также начинает активизироваться центр боли которые таким образом как бы подталкивает нас на поиск отношений то есть все представьте себе что вы оказываете день в лесу выброшенным да там вот животные взяли адаптировали стайные какое-то посиди посадили в зоопарк потом значит выводит вот сложность адаптации да его надо выпустить он должен вот приучиться если вы не будет если это социальное животное допустим шимпанзе да и у него не будет центра более который будет его толкать искать отношения с другими субъектами он пойдет отдельно где-то кочевряжится и дальше кто-то сожрет поэтому эволюция чтобы он не отбивался от группы дает ему чувство боли и этот прямо физическое ощущение и вот дальше с человеком начинается большая проблема связанная с тем что у нас как у нормальных биологических животных существ значит у нас активизируется чувство боли она у нас как бы толкает но дальше мы начинаем все это поднимается на уровень сознания и дальше у нас начинается здесь сложная дискуссия мы должны же вроде бы искать других людей но мы с другой стороны испытываем дискомфорт связаны со взаимодействием с другими людьми во первых они нам сделали больно но сложно представить себе чувство что я обижаюсь на чувство предательства которыми сделал вдруг если я шимпанзе в группе ну то есть измена есть какие-то вещи биологические типа несправедливости например на карта но это все это все не может превратиться в дискурс это все не может быть названо словами и превратиться в такой вот вы это нельзя гадами с радой нести до припоминать ему это все вернется быстро нормальный расположен вот там условно говоря измену переживают ли животные но как бы обезьянами какие-то могут там пережить чувство измены но они быстро поймут что там реально самец как бы мощнее поэтому в общем все как бы уравновеситься это всеми всеми всем этим ставить а мы можем годами страдать из-за того что у нас в отношениях такое случилось и там и так далее да то есть вот другие люди это тезис в том что они нам доставляют много боли они нас родители нас воспитывали доставили нам много боли и мы тогда уже чувствовали чувство одиночества да мы бы вроде бы и хотели вот нас обидели поста ну что-то сделали нас выбрали поставили в угол вот и мы хотим к родителям обратно с другой стороны вот я помню я себя стою то есть вот я хочу обратно чтобы меня взяли да вот но я же как бы гордый пацан но как бы я считаю себя правильным ну как бы ну получил на и ну вообще хрен пойду с вами мериться после этого да ну вот то есть дальше включается просто большое количество факторов которые не позволяет этому чувство боли он недостаточно для того чтобы дотолкнуть нас до других людей и когда мы с ними снова сталкиваемся они снова приносят нам боль вот они могут приносить нам боль в каким ну просто непонимание мне сложно представить себе что два шимпанзе значит будут страдать от того что одно шимпанзе не поняла другое а у нас сплошь и рядом мы встречаемся с людьми идем там на какое-то совместное времяпрепровождение и испытываем вот ощущение того что там нас не достать мы не на одной волне нас не как бы не чувствуют там мы что-то сказали на нас не услышали там и прочее да и у нас возникает вот это ощущение среди друзей я словно как в пустыне и что осталось ныне только констанция 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 вот вопрос андрей альянчо получается что есть некие реальные сигналы которые поступают нам от других людей что мы там где-то что-то не действительно не на ни на одной волне и что-то еще но то как мы с помощью сознания интерпретируем это это усилие усилию а еще иногда они не хотели ничего такого на мы это так интерпретировали в результате сами себя травмировали и стало плохо да это вот игра доминанта то что все время рассказывают что у нас мозг занимается тем что там активизируются разные потребности то есть у нас одна потребность в социальном общении в другом стране социальной безопасности ну как бы это и другое есть вот я начинаю с сашей взаимодействовать у меня значит чувство боли мигает хватит уже быть в одиночестве по заводействию сашей я иду а потом думаю саши будучи он мне скажет иди прямой эфир снимать я скажу нужен хрен не понимает я уставшую скотина нельзя столько работать вот да и есть вот это постоянно борьба доминант и действительно после того как это ложится вот просто то что называется в науке дискурсами то есть после того как некие наши состояния а был как бы обретают словесную форму они дальше попадают в соответствующие уже игры да потому что одиночество может георизироваться да я один потому что мне никто не нужен я сам совсем способен справиться пошли вы все это не понимаете меня мою тонкую ранимую душу пошли все в сад да я усиливаю как бы свою доминанту сопротивление чувства боли но чувство боли ты не проходит потому что в противном случае зачем бы мне нужно было растить доминанту которые вы при при калашматила бы воспаленную боль и приходится продолжать выдумывать объяснение рады новые усилять противоположную доминанту которая будет заглушать временно достава боли дальше в другой стороны есть например просто страх на страх что меня не не оценят ну то есть вот многие люди они как бы их с детства все время приучали к тому что они должны там соответствовать неким стандартам дальше они оказываются в социальной группе вот где они ожидают что они все делают правильно их должны оценить правильно вот а у социальной группы могут быть другие законы потому что мы в одной воспитались вот там я был представитель соед дружины потом меня отправили на химское училище где мы пели песню капитан и вот пьют из стаканов вот же научила вот что-то такая была песня вот ну явно не про пионерский отряд понимаете вот поэтому приходится адаптироваться к новым социальным группам не все соображают как правильно адаптироваться к новой социальной группе в которой ты оказался вот и ты чувствуешься снова и сторгнутым чувствуешь что тебя не оценили по достоинству что ты ожидал тоже сделал все правильно а тебе значит это вот от ворота ворот и вот и дальше вот эти просто большое количество страхов страхов осуждения страхов были быть непринятым непонятым не получить достаточного у девушки могут из-за этого переживать что вот они готовы на при пойти куда-нибудь но они боятся например что как ты на них вот не обратят внимание или как-то обратят не так или еще что-то да вот то есть вот количество страхов которые препятствуют нашей социальной активности очень высокая вот и это вот борьба доминант боль говорит нам иди в этот как его как там маугли после того как у волков ему дальше ты же человек иди к людям значит он говорит зачем я пойду к людям англитный к ним уже наконец и он значит идет к людям и вот и там мы тоже такие мы живем со своими балу и вагирами и вот это вот в своем аутичном до своем аутичном внутреннем пространстве и время от времени нам говорят типа иди к людям тоже там с ними вот мы идем мы тревожимся нам дискомфортно вот они там нас могут напугать они нас могут обидеть они нас могут не понять и в общем так далее и вот эта борьба доминанта она приводит вот к этой внутренней неразберихи